Сторожа котельной стригут траву вокруг предприятия. Пока это всё, что они делают. Бизнесмен-тепловик из расцвета сбежал. Глава сельсовета создаёт теперь новое казённое предприятие. Юридически такую компанию сложнее банкротить, а значит и уходить от долгов. Впрочем, сегодня тут только начало. Нет ни директора, ни компании. А в котельной даже свет не горит. Глава сельсовета уверена, времени на ремонты хватит. Лимиты доведены, аукционы будут объявлены на этой неделе. И после проведения аукционов, это дней 14, главное, чтобы они у нас состоялись, начнутся проводиться непосредственно сами работы. Расцвет – одно из первых поселений, где появится казённое предприятие. Ему помогает Минстрой. Пообещал 3 миллиона рублей на подготовку к зиме. Району правительство дало в 5 раз больше. У Стебаканский в этом году тоже новатор. Обязанность согревать людей и давать им воду берёт на себя районная власть. Шесть муниципальных компаний закрываются. На их месте будет одно. В районе решили, что справятся лучше. Главная проблема на селе такая, что нет специалистов, не хватает финансовых средств. Тех бюджет из сельских советов не помогает в полной мере обеспечивать бесперебодную работу всех объектов ЖКХ. У Стебаканский район – пилотная территория. Отвечать за коммуналку сами будут все районы со следующего года. Правительство планирует, что депутаты примут такое решение. Один из тех, кто придумал коммунальную реформу – Юрий Курлаев. Он не скрывает, что Серый дом затеял передел в отрасли, чтобы успокоить энергетиков. Казённое предприятие даёт возможность нашим ресурсникам, не только по поставке электроэнергии, в том числе и топлива, быть уверенными, что они дают в долг электроэнергию или уголь, что это субсидарная ответственность власти. Довести до конца реформу Курлаеву не дали. В Хакасии появился очередной чужак, и губернатор подарил ему функции Курлаева. Константин Харрисов пока явно не в теме. На совещаниях читает по бумажке. В рамках реализации программы в еженедельном режиме проводится мониторинг погашения задолженности предприятий коммунального комплекса Республики Хакасия, перед в том числе МРСК Сибири. Очень хочется верить, что Харрисов понимает, что читает. Подготовка к зиме в Сибири – это совсем не то, что в его родном теплом Татарстане. Возможно, поэтому в помощь Харрисову Коновалов вернул на должность зиминского министра строительства Сергея Новикова. Этот чиновник опытный. Там, где работают частники, они останутся. Чтобы бизнес не банкротился, правительство обещает платить им выпадающие доходы. Идея такая. Если бизнес будет получать больше, то он перестанет уходить от долгов через банкротство. Тезис спорный. Если вместо одного рубля можно заработать два, так кто же откажется от денег? Будут ли частники продолжать банкротить свои ОООшки, станет известно не раньше следующего года. Эту зиму мы живем еще по старым правилам. И если Черногорску повезло, там Абаканская ТЭЦ чинит трубы с прицелом на прибыль потом, то деревенские котельные готовятся сами. Александр Тимофеев, Наталья Курцева, Нотабены. Продолжение следует...